Тема моей проповеди «Имейте веру Божью». Я уже проповедовал, но я хочу затронуть некоторые аспекты «Имейте веру Божью». Часто наша человеческая вера нас никуда не приводит, и мы можем иметь человеческую веру. Она приводит нас к определенным разбитым корытам, определенным делам, которые мы делаем, но они неуспешны. И наша вера, и мы говорим «Господи, я же веровал». Кто из вас так говорил? Но Бог говорит «Имей веру Божью». Вера Божья – это здесь в 11 главе Марка, 22 стих, Иисус говорит им «Имейте веру Божью». В оригинале она звучит «Имейте веру в Бога». И я вам хочу сказать, она недалеко от оригинала. Иметь веру в Бога – это значит слышать Его голос и делать то, что Он хочет, а не то, что ты хочешь. Как иметь веру Божью? Мы затронем сегодня этот аспект. Как я могу иметь веру Божью? Если я исполняю свою волю, могу ли я иметь эту веру? Если я хочу, чтобы Бог исполнял то, что я хочу, могу ли я иметь веру в Бога? Если Бог мне что-то не даст, я перестаю Ему верить. Потому что Бог не всегда хочет мне дать то, что я хочу. Потому что добрый Отец не даст плохих вещей своему Сыну. Бог есть любовь. И Он никогда не поступит с тобой противоправно и неправильно для того, чтобы ты неправильно шел по жизни. И мы часто думаем, что не получив что-то, мы в таком состоянии, что «Господи, как это так? Ты меня забыл? Ты меня оставил?» Послушай внимательно. Бог не оставляет своих детей. Мы можем оставить, пойдя за иной плотью, иным желанием. Но если я отдал свою жизнь Иисусу Христу, у меня должно быть воспитано то желание, которое... Вы знаете, и почему я говорю о детях? Послушайте, мы воспитываем детей по подобию своему, по образу своему. Мы хотим, чтобы наши дети были похожи не только внешне, правда? Но и внутренне. Мы хотим, чтобы они исполняли то, что мы хотим, а не то, что они хотят. О, не, они у нас свободные. Дети куда хотят, туда идут. Я помню, когда я был маленький, у нас возле дома строительство было 16-этажного дома. Я помню, я прыгал с третьего этажа. Ну, ну, в песок, знаете. Моя мама, когда это увидела, она больше не пустила меня. О, она понимала, что я могу что-то сломать. И если бы в том песке хотя бы кирпич оказался или еще что-то, то неизвестно, как это закончилось. Ну, у нас тогда не было компьютеров. У нас кубики были пластмассовые. И игрушки были деревянные. Если вы помните. И было весело все равно. Зато мы развлекали себя, как могли. Я помню, как мы подожгли бочку с резиной. И как она рванула. И когда узнала, это моя мама. Она каждый раз ходила. Павлик, Павлик, ты где? И часто наш отец зовет нас. А мы идем в свою волю. И мы думаем, чего она берется за нами? Чего она идет? Знаешь почему? Потому что он хочет вытащить тебя в свою волю. Имейте веру Божью. Для этого пришел Сын Человеческий, Сын Божий. Для того, чтобы ты имел сегодня возможность исполнить Его волю. Идя по Его стопам, похожим быть на Него. И вы знаете, когда я смотрю на Иисуса Христа, мне все больше хочется быть похожим на Него. Не на своих каких-то кумиров, которых я придумал, потому что у некоторых, особенно у молодежи, есть такие кумиры. Знаете, Кардашьян там, губы и так далее. А у мужчин там Арнольд Шварценеггер, хотя он неплох в своем понимании. Но у нас кумир, это тот, который нас приводит в правильное положение перед Богом. Иметь веру в Бога и иметь веру Божью приходит от того, насколько я начинаю быть похожим на Него. По образу и подобию Своему. Вы знаете, когда Бог создал человека по образу и подобию Своему, Он вложил в нас желание Его. И если у тебя сегодня нету Его желания, значит, ты не есть образ Божий и подобие Его. Ты просто подобие своих родителей, которые жили во грехе и умерли во грехе. О! Может быть, ты подобие Адама и Евы, которые ушли от Бога и решили жить своей жизнью. Но мы ни в коем случае не можем быть детьми Божьими. И нам надо решить для себя, что я сегодня хочу. Хочу ли я исполнить волю Божью? И мне для этого нужно много постараться. И вы знаете, когда человек думает, что без усилий, я не верю, что я вхожу в Царство Божие без усилий. Мне жизнь не принесли на блюдечке. Я боролся за свою жизнь, даже когда рожался. Вы знаете, что дети борются за свою жизнь? Когда тебя привели в садик, ты борешься. Если ты не борешься, то ты овощ, и о тебе надо заботиться. Тебе надо бороться за свою жизнь. И человеку надо бороться всегда. Вы знаете, жизнь – это борьба, с которой ты сталкиваешься. И вы знаете, есть тот, который хочет тебя убить всегда. Но когда ты имеешь веру Божью, он не может сражаться с тобой. Потому что когда он сражается с тобой, ведь все небеса, и ты сражайся против него. А там уже война случилась. Вы знаете, Библия говорит, что мы должны противостать дьяволу. Но вера Божья и вера в Бога и дает тебе силу противостать тому греху, который у тебя есть. Сегодня некоторые говорят, как я могу это сделать? Как я могу измениться? Как я могу сделать, чтобы пришли перемены? Имея веру Божью. Что я должен делать для этого? Послушай, я должен тренироваться. Тренировка с Богом – это общение с Ним. Если ты хочешь быть похожим на кого-то, ты смотришь список, что он делал. Чем он питался, куда ходил, в какие клубы. Вы понимаете меня? Чем он занимался и что у него было как желание. Я смотрю на людей и я хочу узнать его желание, потому что то желание, которое в нем, говорит о том, кто он. И вы знаете, мне нравится, когда мы становимся подобны ему, потому что вера Божья творит в нас желание. Первое, что он творит в нас желание. Дух Святой, он творит желание. Чтобы мы шли и исполняли волю Божью, потому что мы жили для себя, мы жили своей жизнью, мы жили как все, мы смотрели на своего соседа, и мы копировали его. Ну, если вы и так не делаете. Я хочу быть похожим на этого. Я хочу быть похожим. А я не хочу ни на кого быть похожим. Я хочу быть самим собой, но похожим на Бога. Вау, ну ты загнул. Так Бог тебя для этого и создал, чтобы ты был подобием Его. Ты знаешь это? Чтобы ты не был копией какого-то Васи, Пети, Коли, Лены, Саши, Жени. А чтобы ты был тем, кем Он хочет тебя видеть. Сыном во всей полноте. Послушай внимательно. Если я такой, а Бог другой, значит, где-то есть у меня несоответствие. Я перестал, и у меня нету связи с Ним. Мне надо вернуться к Нему. Скажи, первое, что нужно, это возвращение, вернуться, чтобы общаться с Ним. потому что общение делает нас похожими. Потому что есть такая поговорка, она простая. Скажи, с кем твое общение? И я скажу. Кто твой друг? И я скажу. Слушай внимательно. Это не просто так, потому что общение делает нас, оно творит нас. имейте веру Божью. Смотрите, Иисус говорит, имейте веру Божью. Имейте веру Божью. Но когда Он говорит? Давайте прочтем одно место Писания. Это Матфея. 21 глава. 18 стих. Поутру, возвращаясь в город, взалкал и увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не нашел на ней, кроме одних листьев, говорите ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидевшие это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Ученики удивились тому, что делал Бог, тому, что делал Иисус. Как это так? В другом месте они увидели это потом, чуть попозже. Но суть не меняется. Смоковница засохла. Вы знаете, есть создание Божие, которое должно производить то, для чего оно создано. Смоковница должна пронести смоку. Человек должен стать подобием Бога. Мы все должны похожими стать на Него. И когда мы не становимся и не выполняем ту функцию, которую задал Бог нам во вселенной, мы увядаем, мы прокляты. Иисус никого не проклинает. Иисус никого не проклинал. Смоковница. Слушайте внимательно. Сын Божий имеет власть. Мы должны быть в вере Божией. Если я не прихожу в состояние веры, если я не верю, как Сын Божий, значит, у меня есть проблема. Я должен творить дела, которые Бог предназначил мне исполнять. Смотри. Иисус сказал им в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано, со смоковницей, но если и горе скажете, поднимись и вернись в море, будет. И всего, чего не попросите в молитвой, в общении с Богом, получите. Скажи, что дает тебе изменения и перемены настоящие? Общение с Богом. Я получаю, когда я молюсь. Мы становимся похожи. Смотрите, почему Иисус мог проклянуть смоковницу? Он имел общение. Почему Он знал, что смоковница не должна расти? Он имел общение. Он Сын Божий, Он Бог. Он пришел нам и показал, чтобы мы имели эту веру. Вы знаете, мы сейчас некоторые вопросы хотим решить в свою цель, чтобы Бог благословил нас, только чтобы у нас было что-то. Вы знаете, по сути дела, эта смоковница должна была накормиться и на Божьего. Но она не сделала это. Кто из вас сегодня имеет это откровение, что вы сыновья Божьи? Что вам весь мир должен? А он и в правду должен. Он не достоин сыновей Божьих. Библия говорит об Иисусе, что весь мир не достоин их. Всех, кто умерли, верят. Сегодня некоторым надо войти в состояние веры, веры Божьей, потому что вера Божья, она по-настоящему будет менять тебя. Ни один пастырь сын Божий. Скажи, я сын Божий. А то некоторые отделились так. Сын Божий это тот и дочь Божья это те, которые приняли его волю, ходят его волей с желанием и они молятся. Потому что о засохшей смоковнице он говорит, смотрите, и все, что не попросите в молитве, молитва это общение. Кто из вас знает, что это общение? Общение, когда ты получаешь и ты отдаешь, ты получаешь, ты отдаешь, ты получаешь, ты разговариваешь. Вы разговаривали с таким человеком, бывало, что ты ему говоришь одно, но он тебя не слышит. Бывает с некоторыми так на молитве. Они пришли, отторабанили все, что они решили, и они ничего не хотят. Они не хотят изменений, не хотят перемен, они не хотят исполнения воли. Но молитва это общение, это когда ты имеешь взаимоотношение с ним, и ты хочешь, чтобы Бог менял тебя, ты хочешь, чтобы он говорил твою жизнь, он, и вы знаете, когда он говорит твою жизнь, тогда ты просишь. тебе хочется что-то попросить. Но вы знаете, я понимаю, когда я разговариваю с всемогущим Богом, и у Него есть какие-то планы, и Он рассказывает о планах своих, то я попрошу всегда то, что мне необходимо, а не то, что я хочу. это меняет меня, Сына Божьего. Скажи, молитва меняет меня, а общение с Богом меняет меня. Поэтому Иисус сказал ученикам, ждите обещанного, потому что Дух Святой, который будет менять вас, изменять в Сынов Божьих, Он будет исполнять волю Божью. Когда ты имеешь эту веру, ты идешь и исполняешь. Вы знаете, мы уже знаем волю Божью, потому что все думают, что они читают Библию. Чтение Библии, это не значит, что ты Сын Божий. Ты можешь общаться с книгой, но есть Создатель этой книги, есть тот, который писал эту книгу, есть тот, который вдохновлял людей на написание этой книги, и он хочет вдохновлять тебя. чтобы его воля продолжалась тебе. Эти люди были движимы Богом, они не просто так ходили, они были сынами Божьими. И я хочу быть таким. Я хочу быть похожим на Петра, на Иоанна, Иакова. И послушайте, я вам серьезно скажу, у них была масса недостатков, но это не мешало им преобразоваться в волю Божью. Измениться для того, чтобы стать похожими на Него. У кого из вас есть недостатки? В норме? Мы все такие. Но Бог, Он творит в нас Своих сыновей. Он хочет сотворить волю Божью. Он хочет, чтобы в тебе была Его вера. Слушай, Бог верит в тебя. когда Он создавал тебя еще в утробе матери, Библия говорит, очи Его созерцали. Когда клеточки эти начали делиться, Он знал заранее, кто будет и что будет. Но Он ожидает от тебя принятого решения быть сыном. Потому что сын рождается, когда мы принимаем решение идти вслед за Ним. мне нравится. Воля Божья, она меняет нас. Чего не попросите в молитве с верой. Слушай внимательно. Моя вера рождается от того, что я получил от Него. От разговора с Ним. Я получаю то, что Он дает мне. не, я прошу у Него. Но только то, что Он. И я понимаю, что если смоковница не накормила меня, она плохо поступила с Сыном Божиим. Он мог проклясть смоковницу, потому что Он создал ее для Него. Послушай внимательно. Есть вещи, которые созданы для тебя. хорошо. У вас есть стаканчик? Я пример такой приведу, да? Но если в нем сделать дырку большую, будет она держать воду? Ну, я не создавал его для пальца. Я не брал его для пальца. Я хочу его поставить, чтобы этот стаканчик стаканчик создан для того, чтобы он приносил воду, и эта вода в нем держалась, а не чтобы я держал. Некоторые думают, что Бог создал нас, и он будет все сыном Божьим, имея веру Божью. Послушай внимательно, и вот этот стаканчик, он выполняет свою функцию, но если он не выполняет свою функцию, он мне не нужен, я выбрасываю его, послушайте, потому что стаканчик создан для меня. Библия говорит о Боге, что все им к нему и для него. Все создано им, к нему и для него. Ты создан для него. Может ли творение говорить, что я не хочу, я не буду, я не желаю, у меня сегодня плохое настроение, я стаканчик? Вы понимаете меня? Меня не надо поддерживать, когда я имею веру Божью, я должен приходить в присутствие Божье. У меня бывают проблемы, у меня бывают вопросы, я прихожу к нему и я наполняюсь им, я получаю откровение от него, я начинаю говорить, и это общение с ним, оно меняет меня, оно снова меня созидает в Сына Божьего. Скажи, Сын Божий, когда я имею это откровение, кто я такой, что я принял от Бога, то все остальное вокруг меня начнет созидаться, но я должен это созидать в своей жизни постоянно, потому что есть тот, который хочет похитить тебя, если он приходил к Иисусу, искушая его, и первое искушение, которое было, он сказал, если ты сын, о, вторично это хлеб, вторично это сброситься со скалы, вторично это, когда все дам тебе, он хочет забрать у тебя самое главное сыновство, потому что вера Божия, она дает тебе сыновство, усыновление, мы сегодня дети Божьи, я понимаю, что дети Божьи, это значит то, что мы должны выполнять, как дети его, он призвал нас в свое царство, для исполнения его, дети ничего не делают, дети все имеют, посмотри на Иисуса, еще раз скажу, он сын, посмотри на Иисуса, у Иисуса была куча проблем, на этой земле, он сын, ему приходилось молиться, иметь общение, и не выходить из сыновства, потому что очень легко выйти, тебе надо кто-то, чтобы подкреплял тебя, сынок, у тебя все получится, ты пройдешь эту школу, ты поступишь в институт, ты закончишь институт, какой жениться, ты что, глупый? Вы понимаете меня? Кто из вас понимает, о чем я говорю? Мы хотим и мы творим своих детей, мы неужели Бог не творит нас? Он не хочет творить нас, не бегайте от него, войдите в его общение, войдите в его присутствие, скажите ему, Господи, что ты хочешь от меня? И он начнет говорить с вами, он скажет, слушай, я не хочу, чтобы ты общался с этими людьми, они уводят тебя, есть общение, которое разрушает тебя. Вы знаете, и это не всегда общение с плохими людьми, это хорошие люди, но они говорят плохо о церкви, о служении, о ком-то еще. Вы знаете, они хотят вывести тебя из твоего сыновства. Сын это тот, который навыком, послушанием навык, страданием навык, послушанием, извините, неправильно, слова перепутались, страдание. Ты должен научиться проходить какие-то трудности в своей жизни, и ты знаешь, все преодолеваем, мы пели эту песню, все могу в укрепляющем меня. Песня крутая, все могу, но как он тебя укреплять будет, если ты не общаешься с ним? все, все, все могу силой возлюбившего. Все могу. Да, все могу. И тебе надо откровение от Него, тебе надо видение от Него, тебе надо слово от Него, имей веру Божью. Вот в чем вера Божья. Не из-за того, что ты прочитал вот это местописание и все, чего не попросите с верой получите. И они толдычут это, толдычут, и они не понимают, что не все ты получишь. Знаешь почему? Потому что Он творит на свою волю. Он все творит по своей воле. Есть люди, которые хотят спасения всего мира сразу же. воскресенье сразу всех. Ну ничего они не получили еще. Некоторые ходят воскресни, воскресни. Не получают. Почему? Потому что Он творит свою волю. Я должен знать Его волю. Я должен ходить в Его силе. Я должен понимать, что Он хочет в данный момент, в данной ситуации для того, чтобы сказать встань и ходи. Иди, вера твоя спасла тебя. Скажи, я помазан для того, чтобы быть сыном. Если ты в церкви Святого Духа, послушайте, вы уже призваны как сыновья и как дочери, войдите в Его общение. И независимо от того, что у тебя сейчас происходит, Он будет творить из тебя Сына и Дочь Божью. Знаешь почему? Потому что Он избирает нехороших. Не всегда у нас хорошие дети, но родители хотят их сделать хорошими, правда? Они водят их по врачам, водят по школам, некоторые даже в институты водят. Вы знаете таких? Я знаю. А некоторые даже и на работу ходят с ними, с судочками. Потому что они творят своих детей. Мы не как бурьян, который растет. Мы ухоженные. Почему? Потому что у нас есть отец, который заботится обо мне. У тебя есть отец, настоящий отец, который хочет, чтобы ты стал сыном. тебе не надо мое общение. Тебе надо общение отца. И вы знаете, самое интересное, вот интересная идея, когда Петр приходит к Иисусу Христу, и он говорит, не делай ничего себе худого. Я все время задаюсь этим вопросом, почему он его отгоняет от себя? когда ты начинаешь думать о себе больше, чем об отце, ты не сможешь общаться с ним. И он сказал, отойди от меня сатана, потому что думаешь не о том, что Божье. Еще раз говорю, ты не можешь думать о Божьих вещах, когда думаешь о себе. Поэтому я говорю, если ты занимаешься супер своим здоровьем, только своим здоровьем, и ты не можешь поднять тяжесть, и не можешь поднести, потому что как не будет ты думаешь о себе. Ты не можешь иметь общение с отцом, ты не можешь иметь откровение. Есть люди, которые занимаются своим самосовершенством, и они не могут получить от отца. Почему? Потому что для того, чтобы получить от отца, нужно быть способным отдать свою жизнь для него, за него. Библия говорит, что есть первая заповедь, и она никак не отменилась. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Его нужно возлюбить не потому, что ты его боишься. Ты возлюбить должен, как своего отца. И вы знаете, самое большое откровение, которое принес Иисус на эту землю, у нас есть отец. Моисей принес им Бога, а Иисус принес отца. В какого вы сегодня Бога верите? Который отец ваш, или который Бог, который страшен? Вы знаете, страшного всегда тяжело любить. отца легче. Вы понимаете меня? Потому он говорит, если ты имеешь внутри себя откровение об отце, ты сможешь исполнить его волю. Перестань заботиться о себе. Куда он пошлет тебя? Делай. Вы помните блудный сын, почему ушел от отца? Ему надоело. ему перестало хотеться, чтобы руководил ему отец. Он бунтарь внутри. Знаете, почему мы отходим от отца? Мы бунтари. И мы думаем, что мы можем справиться самостоятельно. Но человек это такое создание, которое нуждается все время в отце. Как растение нуждается в солнце, так и мы нуждаемся в отце. не, мы выживем какое-то время, мы проживем какое-то время, но мы не выполним той функции, мы не сможем расцвести, мы не сможем изменить этот мир, потому что Бог, Он хочет, чтобы ты стал сыном Божьим. Смотрите, об Иисусе я скажу вам. Иисус Христос, Он пошел на крест, Он умер на кресте, Он изменил этот мир. Сыновья призваны менять этот мир. Признаком того, что ты хороший сын, ты очень похож на своего Бога. И независимо от того, независимо, послушай внимательно, независимо от того, умный ты или неумный, знающий ты или не знающий, ты похож на своего Отца. У тебя та же привилегия, у тебя та же власть, у тебя та же сила, у тебя тоже знание, у тебя тоже понимание. И со временем ты станешь таким же. Имейте веру Божью. Вы знаете, вот эта вера Божья, которая открывает тебе Отец наш Небесный, сущий на небесах. Вера Божья, которая дает тебе молитву правильную, откровение правильное, что сегодня тебя влечет, что сегодня тебя ведет церковь, что сегодня тебя заставляет исполнять волю Божью. Откровение Отца. У меня есть Отец, я иду на свою вотчину, это мое, посмотри вокруг себя, это мое, все вокруг меня мое, все создано для меня. Понимаешь меня? Кто из вас понимает? И чего не попросите с верой, если ты имеешь понимание, кто ты такой? Вы знаете, очень тяжело разбалансироваться, очень легко разбалансироваться и выйти из этого состояния. Вы знаете, тебя выносит, но по какой причине, когда мы начинаем видеть людей вокруг себя в таком состоянии, общаться с такими же, которые как бы знают, как бы общаются. Слушай внимательно, наше общение должно быть с Иисусом Христом. Он нам показал путь усыновления, Он нам открыл путь усыновления. Если у тебя другое общение, послушай внимательно, любое другое общение тебя заведет, даже если это будет самый лучший друг. Хорошо, я заканчиваю, но еще хочу прочитать одно местописание. Давайте откроем это Ефесянам. Мне нравится Ефесян. Скажи, Бог есть любовь. Это не в Ефесянах написано, это в Иоанна написано, но в Ефесянах Бог есть любовь. Я люблю Его, потому что Он сначала меня возлюбил. первая глава с 15 стиха. Поэтому я услышавший о вере вашего Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Вроде все начинается неплохо. Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа просветил очи вашего сердца. Скажи. Просветил очи вашего сердца. Отец славы дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Послушай внимательно. Как только ты начинаешь познавать своего Отца, как только ты начинаешь познавать волю Божию о себе, как только ты начинаешь познавать Его характер, Его чувства, Его желания, ты становишься похожим на Него. И просветил глаза сердца вашего. Знаете, как дети копируют своих родителей? Они смотрят на них, они видят их, и они ходят, и они делают, они делают вот такие дела, когда Папа так стоит, они делают, вы понимаете, что мы копируем? Мы копируем, поэтому Иисус говорит, я видел Отца творящим, и я творю то, что я видел у Отца. Если мы имеем такое же откровение, то мы дети Божьи. Поэтому мы двигаемся верой в Бога, но мы должны это увидеть. И просветил глаза сердце вашего, дабы вы познали, что состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых. Какое богатство? Скажи, богатство. Вот это, чтобы вы поняли, богатство не заключается на этой земле только. Это богатство на этой земле ерунда. Для нас богатство это золото или еще что-то, имущество какое-то, имение. Он говорит о богатстве, наследии его. Послушай, Бог, который создал селение, у него наследия гораздо больше. Я еще раз скажу тебе, у него наследство гораздо больше. Мы вместить себе не можем этого наследия. Ангелы ему поклоняются. И детям Божьим тоже прислуживают ангелы. Еще раз скажу. Ангелы это служители, посылаемые для нас, как детей Божьих. Мы им не надо поклоняться, они поклоняются нам. Еще раз говорю, ангелам не надо поклоняться. Слышите меня? Поэтому мы имеем откровение Сына Божьего. Послушай. И просветил глаза сердца нашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас. Скажи, сын похож на отца. Безмерно величие могущества его в нас. У нас характер его формируется. Еще не совсем, но характер будет его. Поэтому мы любим, когда не любили. Бог есть любовь. Правда? Характер. Радуемся, потому что у Бога радость. Представляете, он говорит, и сотрется последняя слеза, и печали там не будет. Он говорит о том, что у Бога есть все для тебя. По действию державной силы его, которой он воздействовал во Христе Иисусе. И он говорит, есть пример, которому ты можешь следовать, есть та копия, которую ты можешь сделать, ты должен быть похожим на него. Он пришел во плоти, он умер на кресте, он исполнил волю, он молился, он был на связи, он общался, он получал откровения, и он хочет, чтобы ты был похож. Да, это Бог, но он стал нами, но и мы Боги, если мы дети своего, что он вас творит, дорогие мои, Бога, он творит себя внутри вас, скажи, он творит себя, я хочу, чтобы мы были похожими на него, но это не сразу происходит, и Павел говорит, мы смотрим на него, мы видим его, но как тусклое стекло, через тусклое стекло, гадательно, и вы знаете, вот это вот тайна, когда ты смотришь гадательно на него, ты видишь Бога, но это не совсем, ты рассматриваешь, но в одно мгновение ты сможешь быть похожим на него, потому что станем подобны ему, слышишь меня, он творит в нас Сынов Божий, имейте веру Божью, Иисус водил своих учеников и он говорил, вы друзья мои, потому что я рассказал вам, поделился, вы знаете, есть друзья, но когда ты сын, то у тебя есть желание, он творит свое желание внутри тебя, и я дочитаю это, и все покорил под ноги его, и которое есть тело, полнота наполняющая, все во всем, церкви, смотри внимательно, мы только можем быть в церкви, когда творим мы в церкви, служим мы в церкви, полнота наполняющая, все во всем, сыны в церкви, вне церкви нету сыновства, еще раз скажу, вне тела нету сыновства, иная плоть, и мы можем ходить за иной плотью, но это не сыновства, и поэтому все религии это ерунда, Бог, Он создал, и Он дал нам возможность быть сынами, Боже, Он создал нас по образу и подобию своему, и я дочитаю, ибо мы Его творение, 10 стих, 2 главы, созданы, во Христе Иисусе, в теле Его, на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять, и у нас есть желание исполнять, послушай внимательно, меня никто не заставляет это делать, у меня нет надсмотрщика, у меня нету того, который подталкивает меня все время, нету этого, потому что мне хочется делать дело Божье, что нам творить, чтобы делать дела Божьи? Вот дело Божье, вот дело Божье, когда ты начинаешь быть похожим на Него, веруй в Сына Божьего, и изменяйся в общении с Ним, потому что Он творит в тебе свою волю, поэтому я жду вас на каждого, на молитве, служении, почему? Потому что когда ты начинаешь что-то делать в теле Иисуса Христа, служить, как-то свидетельствовать, рассказывать, благовествовать, в твоей жизни начинается проявление Сына Божьего. Кто из вас хочет проявлений? Я. Я всегда хочу проявлений. Проявления только есть через Сынов в теле Иисуса Христа. Сыновство и усыновление у нас есть в теле Иисуса Христа. Я прочту дальше, интересно. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которые были необрезанными, так называемым обрезанием плотским, что вы были во время Христа отчуждены от общества израильского, чужды заветовое обетование, не имели надежды, были безбожниками в мире, а теперь во Христе Иисусе, бывшие некогда далеко, стали близко. Знаете, как Он приблизил вас через Иисуса Христа? Я благодарен, и вы знаете, и я имею откровение, познавая Иисуса Христа, мы снова и снова приближаемся к Нему, мы можем иметь этот доступ, мы можем иметь этот разговор, мы можем иметь это общение, без Иисуса Христа я бы не имел ничего. И если вы думаете, что вы сыны Божьи, без Иисуса Христа, это невозможно. Усыновление происходит через кровь, его кровь течет во мне, я его плоть, от плоти его, я причащаюсь из-за этого и показываю, что я похож на него, я сын Божий, потому что та плоть, которая была в Адаме, она умерла, и она должна быть мертвой. Сегодня я должен стать сыном Божьим, поэтому общение мое с Ним, и он говорит, Петр, наше общение с Иисусом Христом, наше общение с Богом, послушай внимательно, и я хочу, чтобы наше общение было с Ним. Если ты сегодня имеешь общение с Богом, поэтому читай Слово Божие, изучай и будь с теми, которые общаются. А те, которые говорят, что они общаются, но на собраниях нет, в служении они умные, они знают Библию, но послушай внимательно, Библия, знание, Слово Божие, это не значит знание. Фарисеи приходили к Иисусу, откуда он знает Бога? Да я с ним общаюсь каждый день, у меня все. А о людях они смотрели, Петр, он человек не книжный, но проповедует так, как будто ходил с Иисусом. Откуда он ходил? До его общения. Твое общение с кем? Ты так и говоришь. Твое общение с кем? Сегодня мы имеем общение. Послушай, войди в это общение, войди в присутствие Божие. Тебе нужно что-то сделать. Что нужно сделать? Некоторым нужно покаяться, сказать, Господь, прости меня, ходил я по своим желаниям, по своей плоти, а теперь хочу ходить с тобой. Я хочу стать сыном Божьим. Блудный сын, когда возвращался, он, знаете, согрешил я против неба и против тебя. О, я должен жить по законам небесным, но должен жить и подчиняться отцовскому призванию, которое я имею. Если я сегодня не иду за отцовским, а иду за своим, у меня свое представление о Боге и его служении. Я выхожу из воли Божьей. Я могу погибнуть. Знаешь почему? Церковь неважна, кто-то говорит. Это погибшие люди говорят вам. Важно. Без церкви не бывает спасения. Без собрания не может быть спасения. Знаете, что искал Павел, когда приходил в город? Собрание. Если в твоей жизни нет собрания, и ты не ищешь собрания в первую очередь, знаешь, почему он? Он искал верующих людей, которые хотят, которые могут стать сынами Божьими, которые стремятся быть сынами Божьими. Мы дети Божьи уже. Честно говорю, мы стремимся. У нас есть стремление, и нам надо общение. общение. Поэтому я прославляю Бога, хвалю Его, и я хочу иметь веру Божью. Веру в Бога по-настоящему. Имей веру Божью. Не бойся. Не страшись. Потому что Бог, Он не заставит тебя делать, и не попросит тебя делать, как... что ты не можешь, или что ты не умеешь. Если попросит, то даст тебе все полномочия и силу, и помазание. Понимаешь меня? Но Он хочет, чтобы ты был детем Божьим. Кто? Бог хочет, чтобы я? Да я б бежал за это. Я когда узнал, что Бог меня любит, и я бежал в церковь. Я бежал в церковь. Знаешь ли, Бог, что Бог тебя любит? Тебе надо бежать к Его престолу и сказать, Господи, что ты хочешь, я буду делать всегда. Во мне было такое, знаете, у меня есть отец. Знаете, некоторые не понимают, что такое отец. Отец – это не тот, который должен только о тебе заботиться, и ты ничего не делаешь. Отец – это тот, на которого ты должен быть похожим. Похожим. Я стремлюсь быть похожим на Отца. Слышишь меня? Я хочу быть похожим на своего Отца. По важности, по глупости, по силе, по мудрости. По мудрости. Добавь еще сам. Почем ты хочешь быть похожим на Отца? Много вещей у нас есть, что можно изменить, правда? Я хочу быть похожим на Него. Для этого нужно делать просто. Приди в Его общение, читай Слово Божье, общайся с теми, которые такие же, как и ты, и ты будешь иметь от Него откровение. Но первое, что нужно – покаяться. если ты отошел от Бога, если ты не знаешь Бога, как своего Отца, тебе нужно возвратиться к Нему, вернуться и сказать, Господь, я знаю, Ты меня избрал, Ты меня, но у меня есть недостатки. Помоги мне. Я верю, что Ты умер за меня на кресте. И Он будет помогать тебе. Но без Твоих усилий это не произойдет. Ты знаешь это? Он будет просто помогать, как Отец, чтобы ты стал Отцом тоже, похожим на Него, Богом воплоти. Вау! Звучит круто. Как же не покаяться тебе? Послушай, это такой труд на всю твою жизнь. Ты должен трудиться над собой, работать. Имейте веру в Божию. Бог верит в вас. Ты веришь в Бога, так как Он верит в тебя. Сын Божий, Дочь Божия. Давайте встань.